Всем привет, с вами снова я, Това, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. Да, даже для меня самого это стало неожиданностью, так как давненько я ничего не снимал, а надо бы. Так, что же у нас за задание было? Неведение. Как, насколько я помню, нужно было обойти посты. Ну ладно, этими займемся, обойдем посты, так сказать, поищем, что тут есть. Так, кто там у нас? Блин, как ебаный ты, Скорпион. Ах, Бум. У него ничего нет, но мы возьмем все. Так. Что-то их там дохера, кто же это может быть? Да в принципе кто угодно, от когтей смерти до собачек. Надо плевать, мы не на них охотимся, нам нужно просто пройти. Пойти аккуратненько, может быть это вообще дудня. Так, вроде мы не сильно сбились с курса. Что у нас, кстати, вблизи, прям по курсу-то? Депо и экстренные службы. Хм, любопытно. Вроде никого нету. Так, что у меня есть из быстрого-то? Штурмовая винтовка, только нахера она мне? Неизвестно. Ага, это Скорпионщики все-таки были. Ну, Скорпион, так Скорпионы. Надо что-то, что-то работает до сих пор. Что у нас? Не важно что, возьмем все. Спать не будем. Это вам нужен, кстати, тут пометалом. Ммм. Крышка с пациентом со спарилась со звездой. Вот это да. Это вещь нужная. Так как уже давно пора добить эти грёбаные крышки и... Пойти забрать награду. Здесь они нас не почуяли. Да нет, вроде там. Ходят что-то тут тусуются. Ух ты. Вот это закрывали. Ну, правильно. Вдруг кто стиральный порошок утащит. И надеялись там поставить его... Потомкам, чтобы лет через пятьсот ещё люди пришли и забрали его. Забрали этот стиральный порошок и срубили на нём кучу баба. Блин. Чё за херня? Постоянно вижу каких-то врагов, которых... Не видно. Странно это очень. Ладно, не суть. Кто же здесь у нас? Это кто угодно, может быть. Карта, крыса. Охуены! Ладно, минус один точно. Там два врага и один как бы... Нейтральный. Я бы даже сказал, лояльник. Кто же там может быть? Может быть, это... Охуеть! Толстороги. А нейтральный, это как детёныш. А я чуть был, огонь не открыл. Фух, я жду он-то по толсторогам. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь кроты вылезут из земли и начнут бегать по земле. Я лично нет. Так, что это у нас тут? Справительное учреждение НКР, что ли? Угу. Так-то нормально всё. Мы его зачищали уже. Так что вряд ли сейчас то мной ищутся кретины, которые попытаются усадить нас поле. Но, как говорится... Офига себе, но у меня до сих пор дыхательный аппарат. Ну ладно, чё ж. Покаяние вьём. Буду вдруг кислорода отравлен. Там тоже чё-то кого-то дохера. Это остороги. Ах, мина. Фух. Куда ж она взялась-то? Так, туда уходит какая-то странная дорога. Да, я помню, как здесь... Бегал, тупил. Ух ты, это пещера какая-то вообще непонятная. Подрывник. Прикольно. Можно пойти и надрать им всем сраку. Сначала поговорим с этим парнем. Или это девушка, неважно. Парень, всё-таки. Чё ты хочешь? И без глупостей мне тут. Я в старейшином окна Мары. Он велел спросить, выходит ли ещё медведь на охоту. Ты говоришь правду, чужак. Не знал бы имя старейшины и пароль. Хорошо, я уже некоторое время наблюдал вон за той тюрьмой, поскольку до меня дошли рожные слухи. Одно время тюрьмой управлял НКР, но зэки перебили охрану и теперь используют комплект коксичной базы для налётов. Что меня удивляет, так это почему до сих пор никто этим не занялся. Почему НКР не выбил их оттуда? И да, это старейшин там. Всем мое наблюдение. Возможно, он сможет лучше оценить ситуацию. Отлично. Ладно, оценить-то мы оценили. Пойдём дадим пизды подрывникам. Чё они там забились, блядь? А что ж, думаю, что никто им пизды не даст. А, там-то остороги пасутся. Ладно. Я, конечно, поступлю как полный дебил. Блин, симулятор. Но я бы пытаюсь. Понятно. Так, так, так. Чё-то мы их быстро завалили. Да ладно. Хуяся. Пропастная точка. Крышка. Я чё-то не понял, они чё-то тут людей, что ли, жрели? Ладно, хрен с ними. Я думал, их просто больше. Так, осталось одно место. Заброшенный бункер, братцы, встали, мне кажется, легче дойти. Да и там, вряд ли мобы будут. Да, кстати, надо было уже начать проходить какой-нибудь DLC. Блядь, такое какое. Ну, наверное, с этого как раз начнём. Которого здесь и должно быть, как же он называется? Сьерра-Мадра, по-моему. Как я вовремя вспомнил его название? Ты ёбаный брата. Кстати, у нас сейчас этот парень, последний, просветит как раз. Чё там к чему? То я там помню, у Дионера с чё-то рядом были. Так. Где же он находится? Кажется, вот прям сразу на горе. Да, вот мы уже его, по сути, и увидели. Ой, парень. Блядь, сели, походу, опять будет скучно. Может, нихуя здесь ничего не случилось? Просто, блядь, сели, прошли квестик. Скука, сука. Блядь, где ты? Ёбаный брат. Боеценька Эрлана. Он нужен-то не ты. Так, кстати, откуда там уже бойцы НКР-то? Нужен, 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 нужен вот ты. Какаешь? Привет. Иди медленно, чужак. Если у тебя нет ко мне никаких дел, проваливай. Меня прислал старичный Макнамара. Он спрашивает, выходит ли ещё медведь на охоту. Тогда я обязан дать тебе отчёт. Я слежу за гирями к югу и к северу отсюда. Один предназначает НКР другой банде работорговцев, именующийся Эльгеймил. Я думаю, что НКР их сотрёт в порошок, но не вышло. Если этого не топчут друг напротив друга, и лишь изредка устраивают стычки. Такое впечатление, что ни одна из сторон не верит в свою победу. Но это странно, с учётом технологического преимущества НКР. Как бы то ни было в следствии наблюдения, я собрал в своём отчёте. Пожалуйста, передай его старейшему. Я верю, мне это его заинтересует. И всё. И всё. А, это буносится как дурак. Ну ладно, сдадим на юг, верно, сейчас квастик. На этом на сегодня будет хватит никаких бомб, всё, все дела. Блядь. Что ж происходит-то? Ух уж эти пылевые бури, блядь. Умеют же, братцы, стали развлекаться. Ух уж эти скорпионы пачками. Мне кажется, они их выращивают. Ух, как бегать-то мы начали. Наверное, это всё кислородная маска так отдаёт. Теперь бы вы ещё найти бы. Ладно, там ещё в базе, да, поковыряемся. Почитаем. Так, так, так. Туда, туда, куда, туда, туда. Можно было бы, конечно, разъебать их всех к ебеням собачьим, но... Какой кайф от этого. Блин, я только хотел на твою задницу попялись, а ты, сука, встал, а? Угу. Ну-ка. Паранец по бункеру, случай измечения. Связующая цепь. Связующая цепь – это фундамент нашей организации, корни, питающие великое древо, бросая стали. Витей наш принцип. Приказ задаётся сверху вниз, высшим по рангу, низшим. Приказ старшего должен выполняться без колебаний, ибо нет сомнений в его мудрости. Приказ задаёт сверху, низ, без пропуска рангов. Старший может приказать своему непосредственному подчинённому. Понятно. То есть, по идее, он может приказать просто замочить старейшину, и все должны бы на это повестись. Что ж за хуня-то? Ненавижу путать по всеми коридорам. От этого просто тошнить начинает. Ага, вот и ты. Ну, привет, мужик. Тебе удалось найти разведчиков, или хочешь обсудить что-то ещё? Да, вот их донесение. Так, дай-ка глянем. Если я правильно понимаю, это означает, что позиции НКР в регионе совсем не так прочны, как мне оказалось. Нужно будет перечитать всё это. Внимательно здесь есть о чём задуматься. Спасибо. Теперь я знаю, что могу тебе положиться. Мне кажется, я могу поделиться с тобой информацией в высшей секретности. Просто скажи, чего ты от меня хочешь. Хочу посылать тебя на пост детали для починения системы фильтрации воздуха в бунтире. Сказать, что это вопрос жизни, смерти и непреувеличения. Подробнее тебе расскажет старший рыцарь Лоренция. Он обнаружил проблему и сообщил о ней мне. Больше никто не в курсе. Охуенно. Ну-ка, карта местности. Блядь, ну ладно. Возвращаемся. Да что за издевательство-то, ёбаный в рот. Куда идти-то? А, вот так, да? Ну да. Понятно. Приятно видеть тебя снова, чем могу помочь. Старейшину поручу мне искать компоненты для починения системы фильтрации воздуха. Значит, теперь моя смерть тоже будет у меня насоситься отлично. Э, что? Думаешь, теперь человек, кому старейшина это поручило, он посылал за этим компонент 3 наших патруля, и все погибли. Это я указал старейшине, места, где могут найти нужные запчасти, так что и гибель на моей совести. Теперь твоя очередь. Ну, тебя я хоть предупредил, и не буду себя винить, когда ты погибешь в ужасной смерти, но я вижу, что он тебе не терпится. Для нормальной работы системы мне нужны регулятор, перепад давления, импульсный очиститель, несколько фильтров, наверное, 20. Как мне казалось, скорее всего, необходимо найти старых убежищек поблизости. Обычно эти убежища строились по той же схеме, что и старый военный бунтер, и даже суппорядочный, что-то там я отмечу. Веста на твоей карте удачи себе на... В войсках охуенно. То, что-то тебя не сожрали... Ладно. Выпунь найти махавскую бешеню и пульсный очиститель. Ладно, нашли хоть что-то. Блядь, теперь нужно выбраться отсюда и пойти искать остальные херни. Можно также еще поговорить с товарищем-мудаком. Где этот товарищ-мудак обитает-то? Может, у меня сам попадется? Ну и впизду его. Не хочу никого не смещать. Пускай сидят себе в запертии сидят. Только вот этого никакого. А то, может, захотят замочить бедного старикана. Так, убежище 11. И убежище 22. Что за убежище 22? Че-то я вообще не помню его. Помню я его... И че? Я ж здесь был, блядь. Пиздец. Как... Как... Как много всякой хуйни в этом убежище, а? На рециркуляции воздуха мы что найдем? Охуяно, он вроде здесь. Да и че за хуйня? А, вон она, дверь. Так бы сразу сказали бы. Хер пройдешь, ясно, ясно все. Пиздец, ненавижу бегать по убежищам. Это же вообще полный пиздец. Хрен, че найдешь и сам потеряешься. Вроде шел в ту сторону, в итоге вообще попал в другую. Так, вот так... Так. Продолжение следует... Какой тут пау, понятно. Ну что ж за мучение-то с этой хернёй, это вечно, а? Так, ладно-ладно, берём себя в руки. Действуем пожёстче. Так, тут можно что-то обойти. Здесь мы ходили, здесь это совсем не то. Нужен другой коридорчик. В другом коридоре это старая курица. И это. Всё и всё похоже. Блядь, я как не могу поймать. Понятно. и как туда не попасть кроме как спуститься к самому низу и выйти там через хуй знаю чем блять чего ж ебаный квест а то что блять сука придумал тут только ну нихера же это интересно блин перец хрен знает какую сраку потом через эту сраку куда-то там идти нет какой то полная херня в общем в жопу это все найду потом покажу всем спасибо за внимание пока